В рамках Дня медицинского работника в муниципалитете впервые прошел форум приоритета развития здравоохранения Одинцовского городского округа. Среди спикеров министр здравоохранения региона, директор территориального фонда обязательного медицинского страхования, главные врачи крупнейших лечебных учреждений территории. Затронуты были вопросы разного характера. То, что у них здесь, то, что их тревожит и беспокоит, это абсолютно нормально. В этом и смысл этого форума. Я думаю, что прекрасно то, что здесь присутствовала вся верхушка власти здравоохранения Подмосковья. Это очень важно. То, что министр услышал непосредственно из первых уст, какие существуют вопросы, проблемы и так далее. На каком пути Одинцовский городской округ, я думаю, что на пути процветания, безусловно, развития и всего, наверное, самого хорошего. Самое главное, какая у нас задача – это доступность медицинской помощи для пациентов нашего округа. В этом году за счет средств фонда ОМС Московской области приобретено новое оборудование в Одинцовскую центральную районную больницу. Это позволяет проводить лечение на более высоком технологичном уровне. Хорошие, нормальные условия работы наших медицинских работников, безусловно, нормально организованные рабочие места. Только тогда будет нормальный, хороший, должный результат. А поддержка и правительства Московской области, безусловно, есть, и поддержка непосредственно всей администрации городского округа. Всем огромное спасибо за организацию. Я очень рада. Мне очень понравился этот формат. И я думаю, что его нужно вообще внедрить не только в округе Одинцова, но и принять его за основу на плоскости всей Московской области. Это знаково, это правильно и это политически правильно. Наших людей нужно слушать и слышать. Работа в секциях была построена в формате диалога. Вопросов было много. Все они в первую очередь касались кадровой и финансовой политики. Самое главное – то, что диалог состоялся. То есть не было такого, что представители министерства выступают, все слушают, молчат. Это был действительно живой диалог. Медики задавали жизненные вопросы, начиная от того, как создать комфортные рабочие места, где какое оборудование необходимо, где какого пациента и как правильно проконсультировать, обеспечить связь между поликлиниками и стационарами, сохранятся ли при объединении больниц сельские выплаты, как правильно начислять зарплату. Это такие жизненные вопросы. Нам очень важно, чтобы все наши медики имели возможность такого диалога. Современная медицина становится персонифицированной. Врачи более ориентированы на пациента. Чем теснее это взаимодействие, тем более эффективно проходит процесс лечения. Работа лечебных учреждений строится так, чтобы создать максимально комфортные условия для приема граждан. Вопросов в дару охранения большое количество. И нам еще требуется несколько площадок для того, чтобы обсуждать, как уже реализовывается реформа и где, возможно, какие-то будут западания. А, возможно, наши жители подскажут, что более эффективно исправить, будь то лекарственное обеспечение или прием русских специалистов, или ремонтные работы, которые происходят в наших учреждениях. А, может быть, где-то нужно будет дополнительное оборудование купить. Вот такую связь, такой диалог на нашей площадке в виде форума мы обязательно организуем. В июне начнется реорганизация лечебных учреждений округа. К ноябрю текущего года она будет завершена. Объединение даст новый толчок к развитию системы здравоохранения территорий в целом. Впечатление только позитивное. Я думаю, что нас ждет светлое будущее в сфере здравоохранения муниципального Одинцовского округа. И настрой прямо на работу, только вперед. В рамках форума прошло торжественное награждение лучших лечебных учреждений и врачей Одинцовского городского округа. Руководитель муниципалитета подчеркнул, что поддержка медицинского сообщества на местном уровне будет продолжена. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.